Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем наш пятый урок в понедельной главе Торы Китиса. Тора переходит уже в четвертый раз к субботе. При сотворении мира Всевышний отдыхал день субботний, осветил его. После этого мы еще не были у горы Синай, мы были в Алуши, получили ман, и Всевышний нам говорит о субботе. Что в субботу, в этот святой день, манна не будет. Собирайте его в шестой день на два дня, и он не будет портиться. И в седьмой он не выпадает. Как бы не хотели люди, неверующие, скомпрометировать Маше, ничего у них не вышло. Они взяли ман и разбросали его в субботу, хотели скомпрометировать Маше, и птицы скривали. Когда пришли все посмотреть, говорят, мана нет. Теперь у нас в главе китиса уже в третий раз мы получаем заповедь о субботе. Но еще, это получается даже, даже это уже в четвертый раз. Потому что мы когда получали 10 заповедей, мы четко слышали, что Всевышний нам повелел соблюдать день субботний, и не делать никакой работы. И так дальше. Буквально все нам Всевышний уже говорил. Теперь опять Всевышний говорит о святости субботы. В главе китиса. И субботу мы соблюдайте, перед святилищем благовейте. Настолько важная заповедь, что Всевышний много раз повторяет ее. Потом в следующий раз будет опять в главе Ель. И так дальше эта заповедь очень много повторена. И очень многое посвящается. Настолько важная заповедь. И говорится больше, чем еврейский народ хранил субботу. Суббота берегла еврейский народ. Также в главе китиса говорится не только о седьмом дне, что он святой, а седьмой год, что он святой. Мы шесть лет можем обрабатывать землю, выполнять все работы хозяйственные, а седьмой год, все. Эта земля находится под паром, как говорится. Она свободная от всяких работ. Мы ничего не высаживаем, не обрабатываем землю. Земля должна отдыхать. Мало того, в этот год рабы выходят на свободу. Каждый хозяин обязан отпустить своих рабов. И если мы так поступаем, то Всевышний тогда и нас за это благодарит, что мы живем хорошей жизнью. Равес Кокзивер Волсея на память и говорит, что в современном Израиле он разговаривал с людьми, которые соблюдали этот седьмой год, год шмиты. Не обрабатывали землю. И они сказали, что мы четко это выполняем, и у нас урожай шестого года в три раза больше, чем в обычный год. И это работает хорошо. Он говорит, спрашивал у других, допустим, там 600 каких-то центнеров с какого-то количества поля получается. А здесь 1800-2000. То есть хватает и на этот год, и на следующий год, на субботний год, и еще хватает на восьмой год, чтобы высадить урожай. Все хватает, все отлично. То есть суббота полностью бережет еврейский народ. Это отличительный знак. Если мы соблюдаем субботу, то Всевышний хранит свой народ. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Яков бен Нахум, Владимира бен Григорий, Лев бен Шмуэль, Хая Малка бот Йосиф, Мира бот Аврагам, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бот Клара, Анна бот Ривка, Полина, Перл бот Соня Сура, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Инесса бот Маэль, Евгения бот Берта, Евгений бен Берта, Евгения бот Ита, Ицхак Шимон бен Бейла Моттл, Фира бот Анна, за здоровье Аарон Рейбен Двойра, за хороший же дух Аарон Рейбен Двойра и Денис бен Нахум. Всем всего самого наилучшего, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, мы должны Тору как можно больше доносить до людей, большего количества людей. Всем всего самого наилучшего, до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,